Всем привет! Добро пожаловать в мое оранжерение! Сегодня будет очередная стрижка обутилона, так как он у меня уже очень такие большие ветки, которые уже просто мешаются. Их нужно обстричь. И плод стефанотиса, я хочу сегодня его разрезать, он стал мягким. И посмотрим, что у него там внутри. Сегодня у нас было около минус 40 градусов, но мороз нам нипочем. День у меня сегодня начался, подмена воды в аквариуме. Я каждую неделю делаю эту процедуру, чищу стекла, чищу грунт. В общем, навела порядок, несмотря на то, что сегодня и воскресенье. Ну, а теперь займемся обутилоном. Ну, это вот мой большой обутилон. Вот смотрите, видите, какие ветки наросли. Я прям буду оставлять ему вот такие вот, наверное. И вот так вот обрезать. Он очень быстро распушится. Скажет, только нарастил я себе шевелюру. И вот, все. Ну, они уже, как видите, вообще очень такие длинные и мешают. И я вот так вот каждые прям ветки посмотрю, что как. Вот это вовнутрь крона растет, так я ее вообще вот эту уберу ветку. Что тут? Вот она, я еще какая-то еще. У меня получается, я каждый год ему делаю такую, прям, знаете, стрижку очень хорошую. И он каждый раз себе наращивает вот такую вот большую шевелюру. Сейчас как раз уже дело к весне. Ну, конец января. И уже можно, в принципе, делать что-то. А не видите, еще и вытянули стрижки. Ну, все, потом красавчик будет. Сейчас его нужно повернуть как-то. Но эти ветки не достать. А то можно тоже покороче. Ну, я сейчас так большие обстригу, а потом уже посмотрю, как его там покрасивее сделать. Цветет он на молодых побегах. Так что, как он только начнет отращивать себе новые веточки, побеги, и сразу будут образовываться цветочки. Так что, не бойтесь стричь. Стричь, стригите прям, как вот вам душе угодно, как вам нравится, как вы хотите видеть свое растение в будущем. Так вы и стригите. Этот листик тоже можно убрать. Если листики какие-то такие, вот видите, нехорошие, их тоже лучше убрать. И раз вот здесь по стволу тоже пробегусь. Я, видите, хочу, чтобы у него голые створки были. То есть, если какие-то там вырастают, я убираю тоже. Какие-то сухие веточки тоже можно убрать. И теперь можно будет его посмотреть. И вот эту веточку я уберу. Она как-то в середину сюда растет, как бы, вот эту тоже можно убрать. Вовнутрь кроны, которые растут, их лучше убрать. И вот эту вот сухую тоже уберу. Ну, вот такой стал у меня обделон. После стрижечки. Эту тоже. Расщипнуть. И вот эту кристику уберу. Ну, сейчас пройдет недели две. И он уже будет такой, знаете, обрастать потихоньку, начнет молодыми. Листиками. Вот сколько она стриглась. Ну, некоторые я укореню, поставлю в водичку. Они очень хорошо укореняются в воде даже. Это у меня розовый обутелон цветет. Такой вот. Вырос он так у меня хорошо. Вот такие красивые у него цветочки. С таким прям выраженным розовым цветом. Как всегда, желтый обутелон. Я говорила, вот они постоянно цветут. Смотрите, что. Он и по размерам тоже подрос. Ну, вообще красавчик. Все-таки лампа, которую мне дали на тестирование. Марс Гидра дает результат. Даже под этой лампой адениума. Посмотрите, какие бутоны заложили. Все забутонились. Это тоже адениум. Посмотрите, сколько у него бутонов. Прям вообще. Должны скоро распуститься. Обязательно покажу. Ну, сейчас я попробую разобрать этот плодик. Мне просто самой интересно, что там внутри. Он такой уже мягкий стал. Он семена оставил. Да, и у меня уже 3-4 даже где-то от него я укоренила. Они растут хорошенькие такие уже. Думаю, может, весной даже и зацветут. Ну, сейчас попробуем посмотреть, что там внутри. Он мягкий, но мне кажется, он все равно не дозрел. Но он сейчас уже не дозреет. Потому что он уже какое время, сколько лежит. Первый раз я, конечно, вижу вот это. О, смотрите. Вот такая вот шишечка. Ой, ты, господи. Какая прелесть. Смотрите. И пахнет так. Чем-то таким. Что-то напоминает мне. Какой-то запах такой знакомый. Но не могу понять. Интересные такие семена. Я, конечно, не буду их разбирать. Просто потом, когда... Ну, один попробую, мне просто интересно. Самой. Ага. А, это знаете, это, видимо... Вот это все убирается. А семена вот эти вот, они как у одуванчика. Я, конечно, это поняла. В общем, вот такое чудо. Вот это все я положу до весны. А весной... Продолжим это видео. И я обязательно ради эксперимента посажу несколько семечек. И посмотрю, как он будет прорастать. И вот, кстати, мой большой адениум, который я недавно перевалила в новое кашпо. Смотрите. Он прям, знаете, я могу сказать, повеселел. Потому что я же вижу цветы каждый день. И уже вижу их, как бы, и знаю. И я прям вижу, что он ему понравился. Грунт понравился. И он такой, знаете, повеселел. Тоже бутончик здесь вот какой уже у него. Несколько там бутонов. То есть все хорошо. Здесь вот рост пошел. Эти пенечки, они со временем затянутся. Это место среза были. То есть они скоро, знаете, они уже такие становятся. Скоро их не будет совсем видно. Еще раз покажу. Прям красота. Ну, вот такую работу сегодня я проделала. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok